Итак, я поздравляю всех практически с финалом, если вы слушаете сейчас этот день, либо вы сразу на него перемотали и нашли эту запись, либо вы действительно сделали все упражнения предыдущие, дошли до финала и теперь вас, наверное, интересует, как же поставить свет в комнате и вас интересуют все вопросы, которые касаются света. Что мы сделаем сейчас в этом видео? Конечно же, к сожалению, это не курс визуализации полноценный, который у нас проходит целый месяц, в котором мы разбираем все нюансы, все подробности, все детали, которые нам необходимо знать для того, чтобы работать действительно эффективным визуализатором, а не просто делать некоторые картинки по шаблонам. Но в этом видео, в завершении нашего базового курса, я все равно вам покажу логику создания дневного освещения, которое вы можете выучить и которое вы можете применить прямо сейчас. И если у вас будет желание, возможности, необходимости, вы сможете применять эту логику и на все остальные сцены. А если у вас останутся какие-то вопросы, вы их решите либо самостоятельно, либо приходите к нам на большой месячный курс и мы пройдем весь этот путь вместе с вами. Но теперь давайте посмотрим конкретно, что нужно делать. Я открываю сцену. Если вы сделали все предыдущие упражнения, то у вас сцена должна быть примерно такая же. У вас есть небольшая комната, у вас есть камера, которая стоит по законам композиции, либо просто как вам удобно. У вас есть материалы наложенные, сейчас мы этому особого значения не будем придавать, и у нас здесь в этой комнате нет мебели. Но поверьте мне, если вы вставите мебель, то у вас будет все то же самое. Я покажу вам базовые вещи, которые пригодятся для любого интерьера. Что вы туда вставите, какие будут предметы внутри находиться, вы можете задать абсолютно любые. То есть я не хочу здесь задавать каких-то шаблонов, просто покажу, как работает на самом деле свет и с ним камера. Итак, поехали. Мы используем нашу Верефизическую камеру. Она у нас будет одна. И теперь, что нам нужно сделать, в каждом проекте мы начинаем всегда с создания солнца. Мы идем во вкладку света и включаем обязательно V-Ray Sun. Будьте внимательны, мы ни в коем случае не меняем ни один параметр здесь, а просто создаем источник света. Старайтесь создавать источник света таким образом, чтобы он был под легким наклоном к вашему окнам, к вашему перпендикуляру комнате. Я создаю примерно вот так. Вы можете потом его подредактировать выше, ниже, ближе, дальше, как вам будет угодно. Главное, чтобы вы поставили его под каким-то углом. Угол, кстати, вы потом можете поменять. Указываю точку его посадки, то есть таргет в центр комнаты. И меня программа спрашивает, включить ли кроме V-Ray Sun еще и V-Ray Sky Environment Map. Я говорю, да, включить, конечно, потому что именно этой схемой я и хочу пользоваться. Опять же, сейчас в детали я не буду вдаваться, почему именно так. Просто так работает. В деталях разберем как-нибудь отдельно. Дальше. У меня создался V-Ray Sky. И моя задача либо оставить как есть, либо поменять угол наклона Солнца. Я меняю угол наклона вот таким образом, чтобы лучики падали на мою камеру, потому что я знаю, что моя камера вот она. Дальше. Что я делаю? Я иду в вид сбоку. И понимаю, что Солнце у меня сейчас находится на уровне Земли. И это не очень хорошо, это не то, что мне нужно. И моя задача сделать наклон Солнца примерно градусов 30-35-40 под углом к горизонту. Я оставлю примерно вот такой угол. Здесь стоит обратить внимание, что чем выше вы поднимаете Солнце, тем у вас будет сильнее изображение и тем меньше тени. Чем ниже вы опускаете, тем у вас будет желтее изображение, даже иногда краснее. И тени должны быть размытые. То есть эту размытость мы тоже сможем задать. Но если я включу вот такой параметр, средний, мы сейчас делаем среднее значение, которое подойдет для большинства интерьеров, для начала работы. Итак, вот я вижу Солнце. Солнце светит на нас, сюда прям в камеру. И оно настроено по полному стандарту. Ничего вообще не поменено. Теперь, следующее, что я должен сделать, это в каждое окно, которое у нас присутствует в сцене, я должен вставить V-Ray Light. Я иду во вкладку Создать. Я нажимаю V-Ray Light. Я делаю V-Ray Light примерно в створку окна. Немножко меньше, чем окно есть. Вы увидите почему чуть-чуть попозже. Создаю V-Ray Light. Вот такой. Проверяю его действительное положение в сцене. Чтобы не ошибаться с выбором геометрии, вот как сейчас. Я не могу сейчас выбрать Light, но вот иногда могу с первого раза, иногда не с первого раза. Я нажимаю здесь Light. Выбор геометрии. И теперь работаю только с Light. Там ни на что другое переключиться не могу. Сейчас моя задача проверить, в какую сторону он светит. Вот эта стрелочка у нас указывает, в какую сторону светит V-Ray Light. И моя задача дальше, это поставить V-Ray Light вот сюда в окно. Я могу его поставить вот сюда перед окном. Сзади я тоже могу, но нежелательно. Желательно его поставить перед окном, даже перед шторами. Но у нас штор сейчас нет, поэтому я вставлю его вот сюда. То есть свет выходит практически сразу из окна. Для чего это нужно? Эта операция мне нужна для того, чтобы все фотоны, которые идут от солнца, от V-Ray Sky, концентрировались именно вот в этом Light и попадали в комнату с некоторым усилением. Которое не получается, если мы просто ставим V-Ray Sky без Light порталов. Также этот способ мне будет очень полезен, если я хочу посчитать более качественное изображение, более качественную картинку. В некоторых случаях это нужно, чем стандартное. Сейчас я вам покажу, как это делать и как улучшить качество, если вам будет нужно улучшить качество. Но, к сожалению, увеличится время рендера. Я копирую V-Ray Light на все окна. Если у вас больше окон, чем 3, больше, чем у меня в этой сцене, то, соответственно, сделайте больше. Так как сбоку я уже поставил, то я понимаю, что Light у меня сейчас стоят, в общем-то, правильно. Я вижу некий засвет сейчас у меня в комнате. И чтобы мне он не сбивал с ориентира, я нажимаю Ctrl-L, горячая клавиша, два раза, чтобы вернуть предыдущее положение. Теперь давайте внимательно посмотрим на настройки, которые я делаю в V-Ray Sky. На самом деле это будет V-Ray Sky Portal. Сейчас мы сделаем из этих V-Ray Sky, Sky Portal, чтобы они выполняли ту функцию, о которой я вам только что рассказал. Я обязательно ставлю Invisible. Все остальное оставляю Cast Shadow, Double Side не включаю. Обязательно включаю Sky Portal. Но это только на источниках, которые светят из окон. То, что у нас симулирует свет от environment, то есть от окружающей действительности. Я обязательно включаю Simple. Очень важная галочка. Включаю Store View Reduction Map. На данном этапе тоже очень важная галочка. Я нажимаю Affect Specular и отжимаю Affect Reflection. Сейчас нам эти вещи не нужны. А также я ставлю 20 Sub-GIFs. Здесь, как и в случае с материалами, вы помните, просто поставьте. Больше ничего не меняю. Я могу изменить параметр вот здесь еще, Very Light. Но сейчас тоже это не делаю. Меня примерно они устраивают, какие я задал с самого начала. Теперь. У нас настроен, в общем-то, свет. И здесь нас все устраивает. Наша задача теперь настроить камеру. Я сейчас настраиваю. Заметьте, что рендер я не делаю, потому что я делаю сейчас стандартные операции. И я еще полностью не настроил нашу сцену. Поэтому просто выполняем, ничего не нажимаем, чтобы не тратить и не терять время. Камера. Мы поставили 22 мм. Давайте поставим 20, может быть, чтобы понагляднее было. Чуть-чуть камеру изменим target, чтобы у нас было больше видно окон. Вот до такого состояния. Включу опять камеру. Что здесь я меняю? Ни в коем случае не трогаю вот эти параметры. Вообще оставляю их как есть и не изменяю. Вигнетинг я могу оставить, но могу включить его на 0.5. Это такое затемнение по углам. В общем-то, не обязательно это делать. Это можно сделать и в фотошопе. Но мне нравится, как в 3D Max тоже это происходит. Поэтому я оставляю 0.5. Потому что единицы это достаточно много. Дальше. Color Balance. Я предпочитаю создавать его кастом. То есть, ни в коем случае, вот это я все не нажимаю, предназначенные параметры. Мы сможем самостоятельно, в общем-то это и будет наша задача самостоятельно, его регулировать. Поняв суть этого процесса. А я вас сейчас этому процессу как раз научу. Нажимаю кастом. И здесь у нас появляется возможность задать этот кастом Color Balance. Но сейчас мы это делать не будем, потому что настройка у нас будет в следующем этапе. Сейчас я просто сделаю его белым. Делаю белым. Нажимаю ОК. Дальше. Shutter Speed. S-1. 200 это очень много. 200 не нужно оставлять. Я предпочитаю оставлять 100. Просто это такое значение, при котором фотоаппарат нормальный, цифровой, не трясется. То есть, вообще-то значение это может быть 30. Если у вас крепкие руки 60, тоже неплохо. Ну, 100 это уж наверняка. Любой может снять. Практически даже ребенок с тяжелой камеры сможет снять, и фотоаппарат не будет трястись. Какое вы здесь значение поставите, это не важно. Просто вот наши методы я всегда показываю сотни. Это просто множитель. То есть, ничего не изменится, если вы поставите здесь 30. Единственное, что изменится, вам придется другие значения поставить в ISO, а не те, которые рассказываю я. Ну, чтобы не отходить от практического применения, давайте поставим 100. Потому что, еще раз говорю, это не фототехника. Это просто симуляция. Дальше. Другие параметры мы тоже ни в коем случае не ставим. ISO Speed. Это качество изображения, которое мы получаем. Все это пришло из фотоаппарата. Соответственно, фотографы стараются делать ISO, чем меньше, тем лучше. Потому что шумов на фотографии становится меньше. Нас это вообще никак не волнует. Мы можем ставить ISO любые. Просто потому, что у нас компьютерная графика, и у нас шумов от этого точно не будет. Шумы у нас будут от другого. Шумы у нас будут от недостатка рендера. Поэтому, вот этим параметром, только одним этим параметром мы регулируем всю яркость. То есть, для себя запомните, что ISO для вас будет только яркость картинки. Сейчас я пока поставлю 500. Притом Shutter Speed. Оставлю 100 и его залочу. То есть, его трогать вообще не буду. Вот это единственный параметр, который мы будем менять в камере. Который мы будем менять в настройках. Больше никаких параметров в камере, к счастью, не нужно менять. Потому, что у нас сейчас есть абсолютно все для того, чтобы сделать правильный и качественный рендер. Чем мы сейчас и займемся. Собственно, я могу уже нажать рендер и посмотреть, что получается. Но настройки мои еще не закончились. Мы настроили только что свет, световую схему с помощью Sun плюс Sky. Мы поставили Light Portal. Мы включили источник света и мы настроили камеру так, как она должна быть. Теперь давайте настроим программу 3ds Max, чтобы она работала корректно с нашими настройками. Самое первое, что необходимо сделать, это, конечно же, поставить гамму. Есть такая фишка в программе, что гамму вам желательно поставить 2.2. Я нажимаю Customize, нажимаю Preference и ищу гамму. А вот она. То есть, первоначально мы попадем в General. И потом поставим гамма. И здесь мы должны обязательно включить Enable, гамма. И соблюсти везде вот такие кнопочки, вот такие параметры. Обязательно две галочки здесь. Обязательно здесь гамма, обязательно здесь 2.2. И здесь тоже обязательно 2.2. А output гамма ставьте единице, пусть она так и будет. Я сейчас не буду подробно останавливаться, для чего это делать. Это большая теоретическая часть материала. Давайте лучше перейдем к практике. А с теорией, если вы хотите познакомиться, это в большом курсе, в месячном. Там все вы узнаете. По крайней мере, то, как это работает в 3D Max, как это работает с текстурами и как это работает в Photoshop. Поэтому здесь просто запомните вот этот Print Screen. Ставьте такие параметры, у вас все будет работать, поверьте мне. Вы сейчас сами в этом убедитесь. И сможете сами то же самое сделать, и у вас это тоже заработает. Ставьте OK. Единственная важная вещь, не отходите от этой схемы. Которую я сейчас вам дам. Иначе вы просто не поймете, какие параметры менять. Идем дальше. И следующее, что нам нужно поставить, это настройки Render Setup. Я захожу в Render Setup. Здесь у нас появляются наши настройки. Первое, что я рекомендую сделать, это сделать ширину и высоту кадра. Поставим 1200 на 800. Почему я ставлю этот параметр? Потому что мне желательно соблюсти Image Aspect, то есть соотношение ширины к высоте на соотношение 1.5. Это формат A4. Если вы будете печатать свои картинки на A4, либо показывать на стандартном мониторе, у вас будет очень красивый размер. Если какие-то другие будут значения предустановлены, 640 на 480, это размер стандартного телевизора, то не очень будет хорошо. Можно поставить HD разрешение 1280, например, на 720. У вас будут другие параметры вот здесь, но у вас будет вытянутая картинка. Можно это делать, если хотите, но я рекомендую и такой стандарт качества, принятый в том числе и у нас в студии, что мы печатаем на A4, показываем. Поэтому мы используем 1500 на 1000. Ставим замкнуть и оставляем как есть. Соответственно, если вы захотите изменить разрешение и с маленького превью, это разрешение у нас для превью. Если хотите больше сделать изображение, мы ставим просто, допустим, 4200 в финальное разрешение на A3. Мы ставим 4200 на 2800, вполне достаточно. Или 3000 на 2000. Это уже формат A4 и очень хорошее разрешение. Но сейчас поставим 1500 на 1000. Дальше идем вниз. Обязательно здесь Asign Render. Ставим V-Ray, какой у нас стоит. В данном случае у меня уже стоит то, что нужно, поэтому больше здесь ничего не меняем. Следующее, что нам нужно поменять, это вкладка V-Ray. Кстати, вот здесь ничего больше не трогаем. Ни в коем случае никакие галочки не нажимайте. Оставляйте чистый Max, проверьте, что у вас ничего здесь не замусорено, иначе что-то может не сработать, если что-то не то. Нажмете. Переходим в V-Ray. Первое, что нам нужно, идем во Frame Buffer. Его включаем, потому что мы будем рендерить во Frame Buffer всегда. Включили. Можно закрывать. Забыли. Теперь идем в Global Switches. Здесь отключаем обязательно Filter Maps. Все фильтры мы должны отключить. Фильтры замедляют рендер, и сильно нам не нужны. Мы можем накручивать качество другими параметрами. Тоже больше здесь ничего не меняем. Закрываем. Следующий. Image Sampler. Здесь мы ставим Adaptive DMC. Anti-Aliasing Filter выключаем. Дальше идем в Adaptive DMC Image Sampler. И здесь мы пока ничего не трогаем. Здесь эти настройки важны, конечно, для более качественного изображения. Но сейчас нам они не нужны. У нас будет и так очень хорошее изображение. Environment. Тоже ничего не трогаем. Просто закрываю. Разберемся с этим также потом. Для чего это нужно, когда это нужно. Это более детально. Сейчас это не нужно. Color Mapping. Вот здесь вот интересно. Мы обязательно должны поставить экспоненту. И вот эти параметры нам понадобятся. Мы их подредактируем. Пока ничего не трогаем. Пока оставляем на единицы. И можем нажать Subpixel Mapping. Тоже будет полезно. Больше здесь ничего нам не нужно. Ничего не трогаем. Будьте внимательны, если что-то другое у вас здесь нажато. Теперь идем в Indirect Illumination. Здесь мы должны включить только Irradiation Map. Проверить, что у нас работает. И Secondary Bonuses Light Cache. Все остальное по умолчанию. Все прекрасно. Оставляем как есть. Следующее. Irradiation Map. Мы ставим значение минус 4, минус 2. Ставим значение 25. 25. Это такое среднее качество. Ближе даже к низкому. Можно поставить 50 на 50. Вот это будет хорошее качество, с которым можно работать. Здесь поставим 25. Здесь оставим единицу. И здесь поставим 25. Нажимаем ОК. Detail не включаем, будет заменять рендер. Light Cache тоже полезный очень алгоритм. Мы ставим здесь Subdivs. 500 хорошо, 700 хорошо, 1000 очень хорошо. Давайте мы с вами поставим 700 сейчас. Потом сможете поменять в зависимости от того, какой у вас будет нендерей, а насколько вам нужно прорабатывать детали. Поставьте 1000. 1500 уже перебор. Наверное, 1000 это будет такое максимально для среднего значения. Меньше можно поставить тоже, но он считается достаточно быстро, поэтому не экономьте здесь особо. Поставьте 700, 800, нормально. Дальше. Scale. Обязательно ставим Screen. И Size ставим 0,02. Можно поставить 0,01, но это для более лучшего качества. Сейчас нам тоже особо это не нужно. Соответственно, те моменты, которые улучшают качество, замедляют скорость. Мы сейчас ищем оптимальные параметры, которые нам помогут. Pre-Filter можно отключить, потому что все равно у нас его нету. Мы его уже отключили, все фильтры. Use Light Cache for Glosser Race обязательно включаем. Фильтра второго здесь нет, поэтому ничего здесь не трогаем дополнительного. Следующее. Идем в сеттинге. Здесь мы включаем 0,85. Данное значение не очень у нас было правильное. Здесь включаем 0,1. Global Subdivs. Иногда можно поставить двоечку. При таком случае у нас точно не будут ни в каких параметрах недостаток Subdivs. То есть ошибок будет меньше. Но давайте сейчас поставим единицу. Тоже, чтобы особенно не улучшать качество и не замедлировать время. Mean Samples можно поставить 8. У меня почему-то 16. Но, наверное, здесь до этого момента я что-то настраивал. Либо ту сцену, которую я открыл, тоже была как-то настроена. Можно поставить 8 здесь. По умолчанию, как идет. Остальное тоже можно не трогать. Можно с Memory Limit поиграть. Но сейчас это особо мне не понадобится. В общем-то все. Я построил все то, что мне нужно. И теперь мы будем настраивать свет с помощью трех параметров. Какие они? Первое это экспонента. И здесь вот гамма. Значение гаммы мы будем менять для того, чтобы получать менее или более контрастное изображение. То есть единица это максимальный контраст. Двойка. Это такой практически не контрастный. Мы сейчас добьемся оптимального соотношения сразу на картинке. Я вам покажу, как это сделать. Здесь мы будем менять обязательно Color Balance. Увидите как и для чего. И яркость. Больше нам менять абсолютно ничего не нужно. Потому что все остальное у нас уже настроено. Если мы сделаем такие настройки каждый раз для каждой сцены, у вас точно будет все работать. И будет работать очень хорошо. И теперь давайте проверим просто так ли то, что я говорил или не так. И если не так, то что нам можно сделать, чтобы подрегулировать. Я специально поставил некоторые настройки неидеальными, чтобы показать, как я их поменяю. Я нажимаю кнопку рендера вот здесь, в хорошей вкладке большой рендера. И у нас рендерится наша сцена. Пока по LightCash. Пока она рендерится, я хочу вам сказать, что мне бы хотелось научить вас быстрому способу рендеринга, чтобы вы работали сразу вот по этому алгоритму. Что я здесь вижу сейчас в LightCash? А то, как у меня будет примерно выглядеть наше изображение. То есть я вижу здесь, в общем-то, цветовую палитру, что у меня потолок получается желтый, солнце у меня получается светя тоже желтым. Я вижу, что у меня изображение немножко темновато, я бы хотел посветлее. Но все эти вещи я здесь замечаю, что оно достаточно контрастное. И сейчас, увидев все эти вещи, еще не дождавшись окончания рендера, я могу их спокойно поправить. Я могу закрыть это изображение. Но хочу еще одну вещь вам заметить, что я увидел в процессе рендеринга. Я увидел простую вещь, то, что у меня тормозит все изображение и вообще все тормозит, когда идет рендер. Как с этим избавиться? Есть пару способов, я вам покажу самые очевидные. Надо нажать Ctrl-Alt-Delete, вызвать диспетчер задач вашего Windows. И на 3ds Max, здесь на правой кнопкой нажать, в процессах нажать на 3ds Max и включить низкий приоритет. По стандарту он у вас стоит средний, вот такой, а вы поставьте низкий. И в данном случае у вас никаких тормозов не будет. Вы даже во время рендеринга сможете работать в какой-то другой программе, в параллельный Photoshop, либо открыть другой 3ds Max и там что-то моделировать, пока у вас идет рендеринг. И у вас не будет никак загружен компьютер. Очень полезная штука, используйте. Но вернемся к нашему изображению. По памяти я помню, что у меня был слишком желтый потолок, слишком контрастно и очень было темно. Что я должен сделать? Давайте сначала избавимся от контраста. Я сделаю менее контраста, поставлю здесь 0.2, 0.4. В общем-то у меня уже будет меньше контраст. Теперь я уберу желтизну. Чтобы убрать желтизну, я должен желтизну поставить как раз-таки вот здесь. Это тот цвет, который будет вычитаться у нас из изображения. Соответственно, я ставлю вот такой примерно желтенький, который у меня был на потолке. Мне этот цвет не нужен, он у меня вычитывается из общей гаммы. Я нажимаю ОК и понимаю, что он будет вычитаться. И сейчас это даже увижу. Также теперь я ставлю ISO, не 500, а допустим 800. То есть, чтобы сделать чуть-чуть поярче. И смотрим, что получится. Нажимаю рендер. И по сравнению с предыдущей картинкой смотрю, что получается. И уже даже с первых секунд рендера я вижу, что получается гораздо лучше. Обратим внимание. Краснота с пола ушла. Яркость увеличилась. Это тоже видно невооруженным взглядом. На потолке засвета еще нет, но он стал уже не таким желтым. То есть, да, присутствуют какие-то желтые элементы, вот они. Но не такие, как были изначально. И вообще картинка стала более симпатичной. Но мне кажется, что все равно желтизны достаточно много. И я хочу ее все-таки убрать дальше. Поэтому я закрываю рендеринг. И иду опять в Color Balance. Меняю еще добавляю желтого, чтобы посмотреть, как получается. Гамма меня сейчас устраивает. ISO меня сейчас устраивает. Меня не устраивает только желтизна. Я нажимаю на рендер и смотрю, что будет. Также, еще не видя окончательного варианта, я уже вижу, что получается. Получается достаточно неплохо. Потолок уже практически белый. Да, присутствуют еще желтые элементы. Но, в общем и целом, у меня получается очень красивый интерьер. Я могу еще добавить желтизны и вообще от нее избавиться. Сейчас, внимание, скорее всего, у меня будет даже синий цвет на потолке. Чуть-чуть. Вот этого, может быть, и не нужно допускать. Не делать такой излишне. Уж экстремальный синий цвет. Но я хочу, чтобы вы просто поняли саму основу. Также, обратите внимание, во всех тенях, вот здесь, у меня появляются синие оттенки. Во всех отражениях у меня появляются синие оттенки от неба. То есть, по идее, у нас там небо. И чем больше я убираю желтый свет внутри помещения, тем больше у меня получается синего цвета в отражениях. Это, кстати, заметно и вот здесь. Это красивый эффект. Это тот эффект, которого мы добиваемся. Но, наверное, даже я не переборщил. Вот такое помещение, вот такая атмосфера, самая здесь привлекательная. Я нажимаю Cancel, потому что я не хочу дожидаться полностью рендера. Я и так понимаю, что будет здесь все неплохо. То есть, когда рендерится, пройдет Irradiation Map, пройдет рендер, у меня будет все уже красиво. Да, я вижу какие-то разводы здесь, но я их могу убрать очень просто, изменив некоторые настройки в Indirect Illumination. Я могу, чтобы убрать разводы, добавить вот этих параметров, либо изменить вот здесь, поменьше сделать. Ну, то есть, я могу здесь, понимая механизм работы, покрутить некоторые параметры. И также будет очень сильно влиять разрешение. Насколько разрешение у меня большое. Чем больше разрешения, тем глюков меньше. Также я могу отключить галочку Story View Irradiation Map. Вот здесь, во всех Live Portal у меня будет считаться все чисто. Все будет считаться с помощью метода, так называемого BruteForce. Но в данном случае я не буду этого делать, потому что это очень долго. Может быть в 2, в 3, в 5, в 6, в 10 раз дольше, чем при обычном просчете. В принципе, вот и все. То, что я вам показал, оно работает, и вы можете сделать то же самое. Еще один момент, который я хотел здесь вам показать. Буквально вот еще чуть-чуть вашего внимания. Наше освещение всегда зависит от положения солнца. Так как у меня солнце завязано с небом. А освещение у нас идет только от неба. Соответственно, если я опущу, как вы можете догадаться, у нас будет больше желтого. У нас все лучи уйдут вот ближе к стене. И так как солнце условно садится, у меня будет желтый здесь свет. А синий свет уменьшится. Так как мы уже вышли в Color Balance синий цвет из общего освещения. Он у меня будет не такой желтый, как был бы изначально. Наложившись на тот желтый, который был в самом начале. Но и не такой синий, как хотелось бы. То есть я могу опустить просто солнце, и вы увидите сейчас, что произойдет. Я запускаю просто рендер, чтобы посмотреть, что получается. И вот здесь появляются совсем неестественные цвета уже на потолке. У меня появляется желтизна. Желтизна, ну явно сейчас что-то ненатуральное. Потому что очень низко солнце, и потому что очень сильный у меня стоит Color Balance. То есть желтизна идет из окна все равно. И она еще вычитается из общего настроения, из общего света. С помощью Color Balance и получается, в общем, не очень красивая картинка. То есть чтобы она была более-менее красивая, мне нужно при каждом постановке солнца начинать заново. То есть я убираю в самый низ, включаю белое, желтизна у меня еще увеличивается. И вот из этого положения я могу как-то поиграть. Чтобы мне найти в Color Balance нужный пиксель, нужный цвет, я могу прям приблизить это изображение, указать пипеткой и указать, допустим, вот такой цвет. Да, теперь вот именно этот цвет вычтется из общей атмосферы. Я могу... Ну здесь мне нужно ISO немножко добавить, потому что достаточно темно стало. И еще вычтется цвет вот такой вот желтый. И сейчас все равно будет более-менее нормально. То есть вы видите, уже ближе к такому ночному вечернему освещению получается, потому что свет и здесь получается неправильный, и здесь такой более вечерний. Вот таким образом можно настраивать различное освещение, направляя лучи солнца либо вниз, либо вверх. Сейчас хочу обратить внимание, что лучи солнца уходят вот туда, на ту стену, и светится вся стена. Давайте просто это посмотрим с другой стороны. Вот отсюда, мне кажется, это будет видно, как светится стена справа. Заметьте, что все камеры, так как сделали instance, все камеры сейчас у меня имеют одинаковые настройки. Это очень удобно, что мы сделали в прошлый раз, потому что сейчас мне не приходится каждую камеру крутить и настраивать. Я один раз настроил, и вот у меня освещение, которое мы искали. Кстати, все равно неплохо получается, такое атмосферное настроение получается достаточно красиво. То есть лучи вот здесь, такое закатное солнце. Ну вот один из вариантов. И второй вариант, давайте рассмотрим дневное освещение, когда я немножечко подниму солнце. Я иду в общие настройки в виде сбоку, и сейчас подниму просто солнце в самый верх, как будто у нас полдень. И давайте посмотрим, что получится. Я оставлю, наверное, вот эту камеру, и по традиции, наверное, я уберу желтый цвет вообще, поставлю его на практически ноль. Посмотрим, что получится. ISO я оставил, должно быть примерно такое же ISO. Но тоже получается неплохо. Вы видите, я убрал желтый цвет вообще, и сейчас у меня автоматически камера выстроилась таким образом, что потолок все равно получился белый. То есть здесь даже ничего менять не нужно. Но обратите внимание, что у меня получились очень маленькие тени. Если вы хотите задать перспективу какую-то, то все-таки нужно опускать ниже, чтобы появлялись от предметов тени, и в этих тенях, в этом солнце, раскрывалась геометрия. Будет тогда очень симпатично. Еще один важный параметр, который мы уже упомянули, на который я хочу вам еще раз напомнить, это гамма. Вы можете поменять гамму на совершенно разнообразную и тем самым увеличить или уменьшить контрастность. Если вы поставите гамму единицу, у вас будет максимальная контрастность. Если вы поставите гамму 2.2, выше ставить не нужно, у вас будет минимальная контрастность. Любой контраст вы можете потом поменять в Photoshop, но я рекомендую ставить 1. Это контраст на 1.2, 1.4. Это будет похоже у вас рендеры сразу же на фотографии, сразу же на то, что вы хотите видеть в итоге. Но в некоторых местах, в темных, где свет не сильно хорошо доходит, распространяется в сложных сценах, у вас могут быть слишком черные пятна. Ну, вы сами это увидите, сами сможете отрегулировать. И еще один момент, давайте такая финальная подзавязочка, что я хочу вам сказать, это шторы. Это может быть одной из самых ваших серьезных ошибок, если вы будете настраивать вот такую световую схему со шторами. Ни в коем случае, если особенно вы новичок, не настраивайте сцену, когда у вас есть тюль, когда у вас есть шторы, когда вы не знаете, как должен работать свет с этими элементами. Попробуйте сначала настроить без штор, а потом постепенно, одну за одной, вводите шторы, потому что то, как проходит свет через шторы, очень важно. У вас могут появиться глюки, у вас может появиться недосвет, пересвет, может получиться так, что штора будет препятствием для прохождения света, и вы не сможете с этим справиться. Поэтому первоначально уберите все шторы из окон, настроите освещение качественно, хорошо, только потом добавляйте, и только потом можно играть с параметрами материала, с вычитанием штор из света, либо с добавлением их, и получать нужный вам эффект. Давайте посмотрим то, что получилось. Вот отрендерное изображение с теми настройками, которые я дал. Ее можно приближать, удалять. В общем-то, оно вполне приличное для данной скорости, для того времени, которое оно считалось. Есть некоторые нюансы, которые мы хотим сейчас отметить. Ну, первое, это потолок и тени. В общем-то, достаточно гладкие тени. Мы видим на потолке бамп, потолке. Есть небольшие глюки вот здесь, но тоже ничего страшного, это просто маленькое разрешение. При увеличении разрешения эти все глюки пропадут. Если нужно от них избавиться, то нам нужно просто поставить лучше настройки. И еще один момент более важный, это вот эти вот шумы. Да, мы поставили 20 сабдивс на материале, но мы не поставили двойное умножение в настройках рендера. Как раз можно было там поставить, и мы бы избавились в том числе и от этих шумов. В общем, здесь много разных дополнительных других параметров, которые можно и нужно настраивать. Но в целом картинка смотрится симпатичной. Здесь есть свет, есть общая направленность, есть градиент теней, есть отражение на дереве, на потолке, на стенах. Если здесь будет мебель, будут очень красивые тени. Здесь нет темных участков, здесь нет пересветов. Ну и вообще картинка и в наполненном, и даже вот в таком ненаполненном сейчас состоянии, выглядит очень презентабельной. На этом наше краткое введение освещения интерьера с помощью программы 3ds Max и V-Ray подходит к концу. Я вам рассказал те основы, которые помогут вам настроить свою первую красивую комнату с дневным светом. Все эти настройки, которые я вам давал в течение этого курса, в течение седьмого дня настройки света и остальных, они работают только совместно. То есть все это является системой. Как вы, наверное, уже поняли, в настройках 3ds Max огромное количество разных параметров. Может быть миллион способов сделать одно и то же движение, сделать одно и то же действие, получить один и тот же результат. Плюс у вас всегда появляется фотошоп, в котором вы можете его дотюнинговать, доредактировать. Это все очень здорово. Я постарался дать вам общую структуру и общее видение. Я постарался дать вам неразрозненные знания. На всем протяжении этого обучения, на всем протяжении этого курса я выстраивал те настройки, которые вам пригодятся. А те настройки, которые я говорил вам не трогать, я их говорил не трогать не потому, что мне жалко или не потому, что вам их знать не нужно. Я их говорил, чтобы вы не сбились с пути и чтобы вы в кратчайший срок получили максимальный результат. Конечно же, любое обучение, конечно же, это не реальная работа. Это всегда симуляция. Это всегда упрощение. Но именно это упрощение и дает вам вот такие результаты, которые вы сможете получить уже сейчас. А дальше, если вы примете решение работать в этой сфере, если это будет вашим бизнесом, если это будут ваши работы, вы всегда сможете найти материалы для самостоятельного обучения, либо для обучения в группе, либо для обучения с нами и воспользоваться этими способами. Я желаю вам удачи на этом пути. Я надеюсь, этот курс был для вас полезен. Если вам он понравился, поделитесь им с друзьями, с коллегами. Они тоже его пройдут, получат какое-то знание, какой-то результат для себя, научатся работать красиво, делать замечательные изображения и потом скажут вам спасибо. На этом у меня все. С вами был Станислав Орехов. Всем пока!